Второй вопрос не для мастер-компании. Поисковая фраза, например, септик для частного и септик для частного дома. Мы берем оба запроса для поисковой компании или только длинный, полноценный? Сейчас я пытаюсь посчитать, можно ли тут какой-нибудь частный септик, что тут еще придумать? Септик, частный, частный септик. Есть что-нибудь тебе в голове? Короче, смотрите, вы опять придумываете херобору, господа. Объясняю еще раз спасибо на септиках, реально. Вот сейчас прям надо объяснить. Вань, запиши куда-нибудь тайминг, пожалуйста. Смотрите, открываем наш любимый Wordstat. И второе, это Яндекс.Картинки. Вот именно, раз уж вопрос по септикам. Кстати, у меня есть по септикам видео, и они у вас доступны. Их можно посмотреть, и можно посмотреть, как мы их разделяем. В чем смысл деления ключей? Смотрите, вот у нас есть септик для дома, для частного, для частного дома. Здесь, давайте определимся, мы с вами директологи или сеошники. Вот это очень важное деление. Потому что сеошник, если услышит то, что я сейчас скажу, как директолог директологу, он скажет, что я чудак на букву М. Смысл в чем? В том, что вы можете, естественно, делить ключи, как захотите. Главное, отделить группами их. То есть, в принципе, добавление ключа септик для частного, что септик для частного дома, что в одну группу, что просто одно из этих двух, ни к чему особо не приведет, большой разницы не будет. Почему? Потому что, видите, число запросов у них практически одинаковое. Но если вы сюда допишите септик топаз для частного дома, то септик топаз, то есть, все, что входит в септик топаз внутрь, оно должно идти абсолютно на другую страницу, с другими ценами, с другими заголовками, текстами. Почему? Не только потому, что мы такие все умные, красивые и умеем делать аккуратно. Ну, во-первых, это разная целевая аудитория, потому что септик для частного дома, мы открываем Яндекс.Картинки, да, это можно делать и в этом, в кей-коллекторе без проблем, пожалуйста. Видите, здесь вот на картинке вообще не септик для, не септик топаз, это переливные два септика. Все. Это такая, ну, переливные септики, вот они, типа не двухкамерные, тут камерные и отстойник воды, который сливает воду в грунт, условно говоря, либо в канаву, вот как здесь нарисовано. Септик топаз, видите, это вообще другая штука, это автономная канализация и так далее. Короче, если человек спрашивает септик топаз, ему надо что-то такое, явно не связанное с септиками, вот как на картинках, как вы видите. Вот, например, железобетонный септик из трех колец, переливной. То есть, это септик кристалл, и он тоже на топаз не похожий. Правда ведь вообще не походит? Ну и так далее. Короче, вы видите другие картинки. Смысл в чем? В том, что если мы сейчас заходим в рекламную кампанию, например, на поиск, какие у нас с вами есть таргеты? Первое, именно, давайте к ключам конкретно. Первый таргет и самый основной, это пословное вхождение. Пословное вхождение, это значит, что у нас с вами есть, вот, соответственно, каждое из этих слов, оно совпадает. То есть, септик для частного дома или септик для частного. Есть семантический тип соответствия. Семантический тип соответствия, я напомню, отключить крайне сложно, его там в интернетах пытаются как угодно отрезать. Фактически его можно отрезать только восклицательными знаками. Но если вы все пропишите восклицательными знаками, в любом из вот этих вариантов, давайте это сделаем с вами. Раз, два, три. Трафика станет сильно меньше. Видите, 15 тысяч вместо 20. Ну, его становится меньше. То есть, вы еще вырезаете трафик. Если вы, естественно, не боретесь с семантическим типом соответствия, то есть, оставляете все как есть и делаете септик для частного дома, как он был. Вот так он был. С плюсиком, без плюсика не играет роли сейчас особо. У вас появляется семантический тип соответствия. И семантический тип соответствия дотянет более широкую фразу типа септик для частного дома, септик в частный дом и прочее с большой вероятностью. То есть, в принципе, вы ничего не потеряете. Разницы особой нет. Главное, если у вас есть разные группы, а у вас есть группа с септиками для частного дома, есть септик топаз и прочее, это видно как раз по вордстату, вам важно их разделять. Почему? Есть второй момент. Видимо, вам надо отдельно еще записывать какое-то более подробное видео, потому что я вот сейчас общаюсь с некоторыми ребятами с монстров маркетинга, которые видимо смотрят видео, говорят, да-да, мы смотрели. Я говорю, как работает автотаргет? Все такие, ну по запросам. Я говорю, каким запросам? Вы что? Есть заголовки. Он работает по заголовкам. И соответственно, чем вы больше заголовков в одну группу напихиваете, ну соответственно и объявлений, тем разных автотаргетов становится все больше. И естественно, вам надо написать под септик топаз, под септик для частного дома свои собственные, да, получается, две разные группы и надо написать как минимум два разных автотаргета. Именно поэтому нужно какое-либо деление там, да. Здесь это не играет никакой роли, потому что они практически семантически схожи и семантически они все равно подтянутся. То есть, вот этим семантическим типом соответствия. Вообще без проблем. Все. Проблем не будет. У вас даже подтянется слово септик, с которым вы будете бороться. Я вам гарантирую. Это уже отдельная история, естественно. А вот септик топаз, вот желательно как раз и прописать в отдельную группу и сделать переминусовку, кстати, для того, чтобы септик топаз показывался в своей группе и не показывался просто в каких-либо других более общих группах. Вот это тоже важно. Все. Это вот важный момент. Остальное вы можете вообще просто добавить хоть ключ септик. Даже септик купить. Я вас уверяю, что семантикой притянется септик для частного дома. А вот как раз септик топаз не притянется, потому что септик топаз фраза дороже и она с большой вероятностью у нее, она более релевантные объявления пытается подобрать. Вот вся история. Ну, я надеюсь, объяснил. Ну, это все в поисковых запросах, в отчете можно посмотреть. Так, ладно, я надеюсь, ответил.